Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер! Я рада вас всех приветствовать. Присаживайтесь, пожалуйста, мы начинаем. И я хотела бы представить сегодняшнего нашего гостя, гостью, лектора, который будет читать и общаться с вами. Это не сколько лекций, больше семинар. И сегодняшнюю тему начну, может быть, даже, наверное, с темы. Тема о женщинах. Не только женщинам, но и мужчинам. Тема очень актуальна, поскольку от женщин зависит многое и взаимоотношения, от ее внутреннего состояния, от ее внутреннего умиротворения, спокойствия. Тема очень обширная. И мы так подобрали, как сказать, скажем, даже не мы, а то, что читает лектор. Это самая квинтэссенция знания о женщинах. И более того, что очень ценно это реализованное знание. И скажу немного о лекторе, которого наверняка большинство из вас уже знает. Это наша любимая, уважаемая, долгожданная, всегда рада вас видеть, Марина Таргакова. И что можно сказать? Можно много сказать. И доктор-иммунолог, и гомеопат, и психотерапевт. Главный гомеопат Республики Казахстан. И мастер международного проекта психологии третьего тысячелетия. И президент медицинской корпорации Брандт. Там много еще чего. Но самое главное, это женщина, успешная и реализовавшая себя как и в социуме, так и в семье, так и на духовном пути. И любящая, и которая готова, умеет, и очень любит людей, и любит давать знания. И давайте поприветствуем, пожалуйста, сегодня Марину Таргакова. Извините, если что не так. Спасибо большое, Ирина. Добрый вечер всем. Очень рада вас всех видеть. Немножко прохладный зал. Но я надеюсь, сейчас наши эмоции будут его разогревать. И к концу, я думаю, что он станет хорошо отапливаемым нашими сердцами. Я хочу сразу сказать, что тему лекции придумали организаторы. Поэтому приношу извинения всем женщинам, здесь сидящим. Но это действительно такое очень интересное название. И я очень рада тем мужчинам, которые пришли сюда, не побоявшись названия. Абсолютно все сказки говорят о преображении. Говорится, сказка ложь, давний намек, добрый молодцам урок. И вы прекрасно знаете, что Пиноккио мечтает стать настоящим мальчиком. Крошечка-хаврошечка три раза в ухо корове залезала и так далее. То есть везде есть процесс преобразования. И какой в этом намек? Человек рождается дважды. Первый раз человек рождается просто как физическое тело. И это на самом деле животное рождение. И многие говорят о том, что человек это социальное животное. И вы можете встретить труды даже серьезных ученых, которые так рассматривают человека. И в общем они в какой-то степени правы. Почему? Потому что человек, который не рождается второй раз, он действительно социальное животное. И социальное животное это сосредоточенность на четырех сферах интересов. Это еда, сон, секс и оборона. И точно так же животные сосредоточены на этих четырех темах. Правда не так изощренно, как мы. То есть если у собаки для обороны есть зубы, то у нас есть глазки, пистолеты, ну всякое-всячина. Если они едят, прямо могут с земли есть, то мы из блюдечка с голубой каемочкой. Однако принцип остается тот же самый. И поэтому если человек в течение всей своей жизни сосредоточен на этих четырех сферах интересов, то это называется социальное животное. Однако второе рождение человек получает в знании. И мне очень отрадно это говорить в этой аудитории, потому что я общаюсь с теми людьми, которые тянутся к знаниям, которые понимают внутри, что то, что вы закончили школу и закончили институт, это еще ни о чем не говорит. И даже если у вас есть три диплома о высшем образовании, это еще ни о чем не говорит. То есть образование – это нечто другое. И вот это образование, или вернее трансформация самого себя, вот это и есть процесс превращения человека в действительно, который открывает божественную природу в человеке. И сегодня мы будем говорить о женском преобразовании. Моя бабушка, она всегда говорила, «Ты девкой родилась, а барышней тебе предстоит стать». И она мне постоянно указывала, тут ты как девка поступаешь, а вот надо как барышни поступать. Я все время очень нервничала в детстве, вот меня раздражали вот эти два термина, потому что она всегда как плетка, вот это вот, как девка. Вот, но это, наверное, было бы еще это, если бы она сказала «как лягушка», я бы, наверное, еще больше обиделась. Вот, но в действительности так, это так оно и есть. И я очень рада, что пришедшие сюда люди – это люди, которые именно понимают вот этот процесс трансформации, и об этом мы и сегодня будем говорить. Когда мы разговаривали с Ириной, и так как как-то последнее время мои маршруты, они Москву только, так сказать, касательно затрагивают, просто когда я перелетаю с города в город, я здесь в Москве. А так вот, чтобы приехали в Москву, я не приезжаю. И она говорит, ну вы хоть на один день заезжайте к нам. Я говорю, ну что такое один день? Ну это не серьезно, вот два с половиной часа лекции, ну не так серьезно. Но это лучше, чем ничего. И потом мы говорим, что честно сказать, вот я пришла сюда, и у каждого из вас есть свои ожидания. И на самом деле мне очень хочется ответить хотя бы на часть ваших вопросов. Поэтому я сегодня буду говорить какие-то вещи основополагающие, я скажу, а потом я буду отвечать на ваши вопросы, и моя теория, она будет исходить из ваших интересов. Хорошо? Вам подходит такой вариант? Потому что, если честно, я сама сейчас не знаю, за что хвататься. Вот чтобы такое вам сказать, вот чтобы вам провести эти два с половиной часа с максимальной пользой. Мне это искренне очень хочется. Поэтому я сейчас начну говорить что-то, и вы не беспокойтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы потом их будете задавать, и я буду идти в разных направлениях, не теряя при этом основополагающие нити, которые заявлены в этом семинаре. Итак, мы говорим о развитии, о преобразовании женщин. Раньше девочки, интересно, в старорусские времена, девочки давали куклы, три куклы сразу. Девочки не играли с одной куклой. Девочка играла с куклами, которая была маленькая девочка, девушка и женщина. И то есть девочка, она изначально понимала, что это ее будет такая трансформация. И говорится, любая, вот очень часто, когда ко мне приходят женщины на консультацию, они говорят, ну что мне делать, вот и так далее, вот как мне измениться, как мне вот стать счастливой и так далее. Но за каждой из вас, здесь сидящих, а здесь сидят женщины очень разных возрастов, простите, дорогие мужчины, я вас вижу, но я сегодня буду больше обращаться к женщинам, потому что все же семинар заявлен для них, хорошо? Но это не означает, что я вас не вижу, я вас вижу и очень тепло приветствую вас, хорошо? Поэтому, когда я говорю о женщинах, так, ну не тоскуйте, не печальтесь, когда-нибудь мы сделаем, нет, не сделаем, Сергей Аваков или Олег Годецкий сделать что-то для мужчин. Я не сделаю точно, у меня нет никакого опыта. Итак, когда мы говорим о женщинах или за каждой из вас сидящих, а здесь женщины разных возрастов, разных национальностей, разных вероисповеданий, разных взглядов на жизнь, но тем не менее за каждой из вас, кто-то здесь уже пожилая женщина, стоит женщина, а потом стоит девушка, а потом стоит девочка, потом стоит маленький ребенок и потом стоит младенец. И вот вся эта жизнь, она на самом деле отпечатывается, но если мы пойдем глубже, то мы поймем, что жизнь на самом деле это не просто вот такая вот коротко отмеренная линейка. Первое, что нужно понять и с чего мы с вами будем отталкиваться, поднимите, пожалуйста, руку в зале, кто не изучал никогда ведические знания и знать не знать, что это такое. Так, есть такие. Хорошо. Тогда я буду говорить некие вещи, которые для многих уже понятны, но мы должны с вами договориться о каком-то едином понимании. Хорошо? И тогда я буду дальше развивать тему. Итак, наш международный образовательный проект «Психология третьего тысячелетия» представляет ведические знания. Что такое ведические знания? Ведические знания, они существовали на самом деле всегда, передавались от учителя к ученику. И эти знания, если взять 100% ведических знаний, то 96% ведических знаний относятся к тому, каким образом научиться жить счастливо в этом мире. И для этого веды рассказывают о законах Вселенной, о долге женщины, о долге мужчины, о том, как жить в семье, о том, как воспитывать детей. Веды рассказывают о том, как лечить людей. Они рассказывают о том, как светила влияют на судьбы людей. Они рассказывают о том, как правильным образом строить дом. Например, поднимите, пожалуйста, руку, кто знает васту шастры. Так. А поднимите, пожалуйста, руку, кто знает фэн-шуй. Вот. Так я вам хочу сказать, что фэн-шуй – это просто, ну вот, маленький-маленький кусочек из васту шастры. Поэтому, так или иначе, все из вас знакомы с ведическими знаниями. Но в основном, это вот такие вот какие-то, ну, кто-то по наслышке, кто-то по чуть-чуть, кто-то уже поставил там, я не знаю, водопад у себя дома, кто-то там фотообои повесил. Ну, так вот, знаете, какими-то очень крохами. Но систематически мало кто изучает. Например, кто слышал такое понятие, как хиромантия? Ага. А кто слышал такое понятие, как палмистри? Вот. Палмистри – это ведическая наука знаков на руках и на ногах и на лице. Но мы вот знаем теперь, вот хиромантия – это что-то такое, вот гадалки, там цыганки. То есть, а кто, например, знает, что черная кошка не к добру переходит дорогу? Это тоже относится к палмистри – это ведическая наука. То есть, веды – очень обширная наука. Ну, просто по всем сферам военная наука есть. Любой человек, который начинает изучать ведические знания, он как Эйнштейн, он говорит, ну, просто хочется снять шляпу. Очень много физиков, которые начинают изучать ведические знания, говорят, поразительно, все то, к чему мы сейчас, только наука приходит, оказывается, это все описано в ведах. Я помню, в свое время тоже была очень удивлена, как врач, просто потрясена была. Вот, поэтому мы с вами изучаем. И 4% знаний относятся, называются трансцендентные знания. Что такое трансцендентные? Это за пределами материи. Вот, и эти знания относятся к сокровенным знаниям, это относится уже к пути йоги, это относится к абсолютной истине и так далее. Сегодня мы с вами остановимся вот на этом, на этом знании. Вот, поэтому, вот это, это то, что говорят веды. Следующее, что говорят веды. Веды говорят, что для того, чтобы человек был счастлив, он должен развиваться в четырех направлениях одновременно. первое, это физически, физическая сфера. Ну, мне не надо вас уговаривать, что нужно быть здоровым, да, что нужно уделять внимание своему питанию правильно, да, никто из вас не ест там испорченное что-то и так далее. Красоте нужно уделять внимание, месту, где ты живешь, нужно уделять внимание, ну, то есть, такие, какие-то очень такие, ну, ну, скажем так, обычные, казалось бы, вещи, но это очень важно развивать. Следующее, это интеллектуальная сфера, тоже не надо мне вас уговаривать, правда же? Вы прекрасно знаете, что каждому человеку нужно развиваться интеллектуально, иначе бы вы сюда не пришли, правда же? То есть, вы хотите понимать, более глубоко познавать. Следующая сфера, в которой нам нужно развиваться, это социально-эмоциональная сфера. А вот здесь уже больше проблем. Я сейчас вас спрошу, я не знаю, насколько вы готовы к контакту, уже более глубокий вопрос спрошу. Поднимите, пожалуйста, руку тем, кто очень часто ощущает, вот хочу сказать, есть что сказать, но вот тут ком встает и говорить не могу. Поднимите руку, кто такие есть. Спасибо вам за искренность. А поднимите, пожалуйста, руку те, кто, когда на них наваливается гнев, они вообще не ведут, что творят, а потом будут, сожалеют, ну зачем я это делал? Спасибо. А поднимите руку те, у кого достаточно часто бывает тревожное состояние и не знаю, что с этим делать. Спасибо большое. То есть теперь вы понимаете, что вот эта сфера, она у нас осталась неосвоенная. Согласитесь? То есть если в физической сфере, ну, худо-бедно, как-то так вот, более-менее, хотя мало кто доволен, особенно женщины, мало кто доволен собой в физической сфере, даже красавицы недовольны собой. Все равно им кажется, что и нос мог бы быть покороче, там, я не знаю, и уши как-то не такие лопоухие, да, ну то есть недовольны. В интеллектуальной сфере, ну, как бы, блондинки, это, конечно, это самое, про нас тут складывают всякие анекдоты и так далее, но в социально-эмоциональной сфере очень много проблем, очень много проблем. Вместе с тем, человек, это как раз-таки тот, кто постоянно ищет любви. Я сейчас вам хочу тест сделать прямо вот на эту сферу, прямо сейчас. Говорится, что человек творит вокруг себя атмосферу, это 100%. Вы чувствовали себя когда-нибудь в атмосфере злого человека? Вам приятно было? Нет? А вы чувствовали себя когда-нибудь в атмосфере человека, который, ой, сейчас что-то случится, сейчас что-то случится, да? И вы в этот момент, да не, ничего не случится, а у самого вот такое вот состояние начинается, да? То есть человек, он влияет на другого 100%. я сейчас попрошу вас дать себе совершенно четкий отчет. Я сейчас какую тут творю атмосферу? Я не прошу вас отвечать. Я попрошу вас просто почувствовать, потому что от вас зависит вся атмосфера в зале. Например, кто-то сидит и думает, господи, ну когда закончится ходить туда-сюда, а кто-то сидит, боже мой, холодно и вообще. Третий сидит, что она говорит, не пойму, к чему вот это вообще все. Четвертый сидит, какое, как здорово, что она приехала вообще просто. Как это, не надо говорить, просто ходи туда-сюда. И это очень интересно, что вот совокупное сознание этого зала, оно сейчас вот из вот этих внутренних монологов состоит. И атмосферу творю и я в том числе. Я смотрю на вас, у вас совершенно у всех разные лица. Так прикольно, вот если бы я вас сюда сейчас позвала, сюда, вы бы совершенно другой зал увидели, правда? Потому что вы видите сейчас в основном затылки друг друга и меня на сцене. А я вижу вас всех. И кто-то кисти. Вообще такие разные лица, вы вообще, это очень, ну, так, здорово видеть вас. Вот. Итак, это социально-эмоциональная сфера, и здесь мы начинаем понимать, что, да, нужно сюда вкладывать, правда? Иначе жизнь, она не будет гармоничной. И следующая сфера, это духовная сфера. очень часто люди думают, что духовная сфера, это вот религиозные ритуалы. Нет, духовная сфера относится к сфере духовных знаний и духовных законов. Например, есть законы физического мира. Как это, объем тела равен вытесненному, да? Во, знают у нас, тут физику знают, то есть есть закон сохранения энергии, ничто ниоткуда никуда не исчезает, там просто переходит из одного состояния в другое. Физические законы есть? Есть. Скажите, пожалуйста, психологические законы есть? Есть. Какие? Называйте. А? Прекрасно, да. То есть, что человек на самом деле видит только себя, потому что когда вы беременны, вам кажется, что-то вся Москва забеременела. Знаете, такое случалось? Думаете, что такое? Столько не было беременных. Если вы купили красную машину, думаете, что-то все москвичи на красную машину что ли пересели? То есть, мы начинаем видеть только себя. Это психологический закон, да? А еще какие психологические законы, знаете? Например, если к вам обращаются по имени, или к вам обращаются гражданка, ну, это два разных будет результата, согласитесь? А скажите, пожалуйста, какие духовные законы вы знаете? Что посеешь, то и пожнешь, да? Одним словом. Закон кармы. Так. Еще какие духовные законы? Да, ну, вот вы видите, уже хорошо, многие духовные законы знаете, однако духовных законов их огромное количество, огромное количество. И если человек не знает законов духовных, да, то он наступает на очень такие вот, ну, такое впечатление, что его жизнь из-за них граблей состоит. И он просто ходит по этим граблям и только получает так сказать, с разных сторон. Поэтому человеку очень важно понимать эти духовные законы. И если мы с вами нарисуем, вот здесь в физической сфере, предположим, себе ставлю там 70, в интеллектуальной сфере, предположим, ставлю там 80, в социально-эмоциональной, предположим, ставлю 30, а в духовной сфере вообще законов вообще практически не знаю. Вот это вот называется колесо жизни. И говорю, что-то еду по жизни не очень комфортно. Да? Почему? Ну, потому что нужно развиваться правильным образом. И вот все наши семинары, которые проходят здесь, те семинары, которые доносит Олег Тарсунов, Олег Гадецкий, другие у вас здесь, много других авторов приезжало, они как раз-таки позволяют человеку раскрыть вот эти две сферы, которые на сегодняшний момент, к великому сожалению, но не очень развиты. Понятное дело, что при этом оно оказывает влияние на все сферы. Вот это сфера приложения. И сегодня сфера приложения будет развитие женщины. И так как у нас в зале есть совсем новые люди, я тоже следующий момент, который я должна буду сказать, прежде чем мы идем дальше, это анатомия личности, чтобы мы понимали, что это такое. И тоже буквально в нескольких словах скажу, что у каждого из нас есть физическое тело и физическое тело своего рода скафандр, который позволяет нам действовать в этом мире. Мир этот у нас с вами называется материальный и помимо материального мира какой еще есть мир? Духовный. Мы с вами живем в каком мире? Материальный. Да. Есть тому причина. мы об этом сейчас пока говорить не будем. Итак, для того, чтобы мы жили с вами в материальном мире, нам дано физическое тело. Кроме того, нам даны с вами пять органов чувств для того, чтобы мы могли познавать этот мир. У нас есть зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Это пять таких щупалец, которыми мы изучаем этот мир. Вот вы сейчас прямо сидите и изучаете этот мир. как? Смотрите, да, перерабатываете это все, слышите. Причем все это делаете одновременно и в этом вам помогает следующее тело или следующее тонкое тело, которое называется ум. И ум делает две вещи. Каждый из вас может понаблюдать за своим умом. Ум делает... Если бы я нарисовала ум, я бы нарисовала эмблему Билайн и сказала бы «Живи на яркой стороне». Это то, что делает ум. Он выбирает нравится и не нравится. И предлагает жить на яркой стороне. А вот то, что ему не нравится, он предлагает игнорировать, даже наехать на это, да, как-то там. Ну, то есть, вот ум, он делает вот эти две вещи. И если вы обратите внимание на то, что у нас происходит в голове, вот если бы сейчас кому-то из вас присоединили бы просто провода к голове, да, и вот на этом экране вместо проекта «Психология третьего тысячелетия» просто бы демонстрировалось все то, что проплывает в вашей голове во время лекции. Поверьте, порой было бы невыносимо стыдно, потому что я этого не хотела думать. Оно думает меня. Да? То есть, что-то приплывает к нам в голову такое, что это вообще. Вот, например, я не успела кого-то увидеть уже «О, что попало?» Да? То есть, у меня даже, ну, как бы, трех минут не было на размышления вообще. Вот мне это надо, да? Оно уже само как-то, вот само по себе критикуется. Причем ум ведет беспрерывную компанию внутри самовозвеличивания. Я вам хочу сказать это многие такие «У меня ум это не ведет». Да? Ведет. Стоит вам только кому-то начать не соглашаться с вами, да? Или сказать что-то такое обидное. И вы тут же «Я имела в виду вот это». «Нет, надо было мне вот это сказать». «Нет, вот он меня не помнит». Я пойду тогда другому расскажу. «Ты представляешь, что было?» Рассказываю, 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 смотрю, ну, как бы человек не очень впечатлен. Думаю, недостаточно. Пойду к другому. «Ты представляешь, что было?» То есть, вот это вот возвеличивание. Я все время хочу, чтобы все поняли, насколько я прав. То есть, вот это вот такое ум. И второе, что он делает, он других так критикует, чтобы так немного пропустить. Потому что, когда я кого-то опускаю, я немножко возвеличиваюсь. Вот это то, что он делает внутри. Но у нас есть еще внутри один механизм. Очень удивительный. Кто-то внутри говорит, все, хватит, уже надоело. Ну, что, сколько можно это молоть? Да уже прости, вон купили, я не знаю, как это, работа с памятью детства, прослушать диск, прости. Говорит кто-то внутри вам это? Надоело уже, ну, сколько можно? Ты уже прощала, и по Луиле Вильме прощала, и по Лазареву прощала. Сколько можно? Да? То есть, есть некто в нас, который называется разум. И это не одно и то же. Когда я сейчас вам это говорю, поднимите руку, кто четко отличает свои вот такие монологи внутри. Спасибо, осознающий зал. Те, кто не различает, но постарайтесь понаблюдать. Потому что, если вы понаблюдаете, вы, ну, увидите. Разум, он способен различать, что полезно и хорошо. Хорошо для развития. А вот тут, кстати, приятно и неприятно. Скажите, пожалуйста, все ли приятное и хорошо? Нет. А как любимые поговорки ума. Вы, вы если сядете вот сегодня, придете домой, если хотите вот глубоко понаблюдать за умом и разумом других людей, сядьте вот и понаблюдайте за пословицами и поговорками. Например, если нельзя, но очень хочется, то можно. Это чья поговорка? Ума. Ума. Да? Приведите еще поговорки ума. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Это песня. Да, работа не волк, в лес не убежит. Вот это все умные поговорки. А разумные? Тише едешь, дальше будешь. Стерпится, слюбится. Да? Все, что не делается, все к лучшему. И вот на самом деле разные люди выбирают разные поговорки как козырь. Я тебе одну поговорку, а ты мне другое. Философии. Сейчас так много философии. Есть философия для умных, есть философия для разумных. Например, умные, они говорят, думай богатей. Просто так. Оно все само приплывет. Да? Я бы тогда, если честно сказать, наши семинары были бы для умной аудитории, здесь было бы гораздо больше народа. Потому что я бы пообещала, что к концу лекции все отсюда принцессами выйдете, лягушачью шкуру здесь всю оставите. Я сниму с вас всех венец безбрачия и отрежу карму. Вот такой вот семинар. Вы обрадовались, да? Ну, я говорю, неправда. Придется вам самим от шкур отказываться, развиваться и так далее, и так далее. И карму отрабатывать, да и терпеть, мало того. Вот. И поэтому все время идет вот тут вот борьба между умом и разумом. Вот это нас соблазняет, вот это нас здесь и сейчас в реальность погружает, да? Но что самое удивительное, что есть некто внутри нас, который способен наблюдать это, да? Есть тот, который говорит, ну, о, включилось, да? Поехали. Вот это. О, ну, ты посмотри. Такой хилый, но что-то там вякает, да? То есть кто-то, кто наблюдает, вот это и есть я. И вот это я, это сознание. И вот это я, это и есть душа. Есть люди, которые не верят в душу. Ну, как бы, когда спрашиваешь, вообще сознание у вас есть? Ну, да, сознание есть. Ну, то есть все нормально. Не надо убеждать людей, что есть душа. Говорите сознание. Сразу все в порядке получается. И если мы понимаем все-таки, что вот, да, вот, собственно говоря, я так и состою. Вот, вот, я сейчас говорю, а у вас, ну, как бы, внутри понимание, ну, да, в общем, как вы думаете, может быть, как-то христиане по-другому состоят? Может, мусульмане по-другому устроены? Нет, вы понимаете, что вообще знание не имеет религиозной принадлежности. То есть мы здесь, на платформе знания мы встречаемся и находим общий язык везде со всеми. И когда мы с этим соглашаемся, то мы понимаем, что на самом деле, раз есть сознание, то есть на самом деле сверхсознание. С чего бы, откуда бы это сознание взялось? Сверхсознание, вот это, собственно говоря, и есть Бог. теперь, скажите, пожалуйста, вот во всей этой структуре, а что такое, где такое женщина, мужчина, кто это вообще такие? Это на самом деле путь, путь души, путь сознания. А когда нам дан определенный путь, нам дается определенный разум, определенный тип разума, определенный тип ума и определенный тип тела и определенные задачи. И когда мы начинаем понимать, вот с этого начинается смирение. потому что женский путь это определенный путь причем путь сознания на самом деле сознание находится за пределами вот этого понимания мужчина женщина и так далее но в данный момент времени мы с вами находимся в пути женском и у женского пути есть своя задача как и своя задача есть мужского пути и вот с этим мы с вами будем разбираться те кто только пришел и никогда не слышал ведические знания это как нормально сейчас для вас как-то откликнитесь это находит отклик да окей пойдем дальше и так веды утверждают что проблема у человека начинается тогда когда он начинает думать что жизнь линейно это что означает это означает что вот тут вот моя жизнь началась вот тут я родился здесь я маленькая девочка вот здесь вот я девушка вот здесь я женщина здесь я вот уже бабушка ну и вот тут у меня уже как от внуков там от всех от порткома от месткома и теперь я вас попрошу расположить себя на этой линии где и вот самое печальное что ну точно не там уже да и вот представьте себе это очень важный момент который нам очень важно понять до тех пор пока мы это не поймем мы с вами не сможем даже знания получать потому что представьте себе что мы живем очень такой ну какой-то короткий промежуток времени до этого венка да мало того я уже прям вот тут вот да нет я вообще поближе и теперь представьте себе половина я просплю согласны половина я просыпаю половина я простою в очередях лично я в трапах самолетов и так далее то есть очень много вещей которые я вынуждена буду делать да и вот так теперь скажите пожалуйста какие у меня будут теперь чувства а если человек живет в режиме линейного времени ему не избежать таких чувств страх раз разочарование два спешка абсолютно верно три тревога безысходность моя золотая правильно а одним словом гнев еще до зависть жадность накопительство да потому что здесь меня просто начинают атаковать панические атаки да то есть человек начинает проявлять свои худшие качества в то время как веды говорят что человек должен развиваться по нарастающей последний его день жизни он должен быть самым лучшим днем почему потому что это как знаете как сначала растение растет например яблоня она сначала маленький такой вот такой не очень козистое растение но потом она зацветает ах как красиво правда это вот девушки девушки ну хороши да красота такой аромат потом все это опадает потом появляется такая зеленая зависть да вы смеетесь на самом деле вот мужчина говорит ну что это за жена такая была цветущая все так вообще да было все так прекрасно и действительно в какой-то момент или например у вас ребенок рождается да а у вас есть чувство вообще я вообще нормальная или нормальная вообще я как мать хорошая нехорошая как жена хорошая нехорошая просто это зеленая зависть ничего хорошего еще пока но она зреет как нельзя если вы поставили что-то на огонь нельзя снимать заранее правда вот вы поставили невкусное что-то ну там сырую картошку или еще что-то да ну через и давайте через каждые 10 минут пробовать ну это отвратительно дайте это настояться дайте этому ну как бы довести до ума и вот точно так же жизнь человеческая она должна быть доведена до ума она должна вызреть созреть и зрелый плод жизни это на самом деле итог жизни и последний экзамен вот здесь вот это будет тогда букет для последнего экзамена понимаете и тогда мы понимаем что вот здесь это были входные ворота в эту жизнь но у меня и здесь было и здесь было и дальше пойдет туда как только я начинаю это понимать скажите как только я начинаю это понимать вот просто представьте себе на минутку что это правда скажите пожалуйста это потому что аюрведисты говорят самая большая проблема людей почему люди болеют потому что люди перестали понимать время и когда говорят у меня мало времени у меня мало времени до времени у нас первое что мы должны понять вечность вечность и представьте себе что у меня время много скажите пожалуйста знаете ли вы что прямо сейчас мы с вами живем в космосе не космонавты там где-то а мы с вами в космосе когда не задумывались вы вообще когда-нибудь задумывались о том вообще нет ли у вас случайно страха что завтра столкнуться меркурий и сатурн а почему вы не беспокоитесь скажите пожалуйста а нет ли у вас такого беспокойства что завтра у вас соляная кислота не выделится в момент пищеварения или например а у вас завтра вот кишечник не в ту сторону начнет перестальтировать это будет очень неприятно правда одним словом мы в мы вообще забыли о том что мы живем с вами космос знаете как переводится порядок и мы вообще-то этим порядком пользуемся однако вообще чувство благодарности мы вообще не испытываем это раз да но мы даже и не понимаем это мы просто этим пользуемся и думаем что нормально мне все должно работать или можете себе представить что завтра у вас перестанут поступать импульсы в головной мозг что надо идти в туалет а просто будьте вот так ой нет вы не беспокойтесь об этом одним словом а человеку очень важно понять что я живу в очень интересном мире в космосе в порядке и когда я вот так начинаю понимать я живу в вечности я живу в неком пространстве где все на своем месте и мне преподаются уроки итак два типа жизни и два типа отношений самим собой с миром с окружающим с природой с богом первое отношение называется реальные а второе отношение называется иллюзорные итак первое когда мы начинаем понимать что я вообще-то живу в космосе и так космос порядок если есть порядок значит кто-то за этим порядком следит у вас вообще дома бывает порядок он как-то спонтанно организовывается или кто-то за этим следит по разному не бывает знаете вот я вам сразу скажу просто поэкспериментируйте перестаньте обращать на это внимание это как два физика не помню какое как Эйнштейн и еще кто-то то ли Бор то ли кто не помню Эйнштейн взял и сделал вселенную макет вселенной там луна там солнце земля все это вращались кто вокруг своей и кто там вокруг земли и так далее и когда пришел второй физик он говорит боже какая красота а тот был неверующий а кто это сделал он говорит никто он говорит как-то никто ну серьезно не шути кто сделал и просто взрыв произошел и начало крутиться это все то есть мы начинаем понимать что за вот этим порядком за всеми этими энергиями которые здесь есть за тем что у вас соляная кислота вовремя выделяется за тем что вы сейчас не беспокоитесь а вдруг у меня центробежные нейроны побегут не туда я перестану соображать прямо сейчас вот она говорит а я перестаю соображать уже что это такое да то есть мы начинаем понимать что за этим всем стоит кто как вы думаете ну вы уверены может нет то есть высшие силы да то есть действительно там иерархия целая да и так есть на самом деле высший разум или господь бог да и у него еще есть целая своя иерархия да а теперь он в центре согласна а я в таком случае я здесь кто я здесь зачем что я тут делаю жив женском теле в москве на этой лекции что я вообще в космосе мать честная все несется куда-то я тут сижу на лекции зачем то есть я тут кто ну и что я тут делаю как частица разбирайтесь 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 а о как то есть вы боги и забыли об этом что так частицы или боги давайте бог сидит такой беспомощный вот просто я даже не могу температуру повысить маленько да нет дорогие мои вот с этим потому что если у нас есть такое понимание вот а об этом мы будем говорить потому что вот я бог это вот тут вот это тоже очень серьезная концепция мы с этим сегодня будем разбираться давайте я прям тут и напишу я бог главная иллюзия а здесь кто я штука частица объясните мне я слышу что вы все кричите частица это что молекула бога или что это такое вообще что что это такое душа а сердце вот уже так еще его ему шо делать нечего или шо это так и что что я тут делаю как образ и подобие бога учусь кто сказал ага скажите пожалуйста и так я ученик согласны а чему я тут обучаюсь законом так еще ой вот ребенок уставим младенца глаголит истина на самом деле я ученик не просто ни больше ни меньше вам сейчас это понравится я ученик любви я на самом деле здесь учусь любить и быть любимым и у меня не всегда это получается нет ни одного ни одной книги ни одной песни она неинтересна если там не будет какой-то история любви то есть у нас у всех есть внутри вот это поиск любви это любовь мужчины и женщины матери отца до детей сотрудников любовь к богу любовь с природой так или иначе любовь во всем ее многогранном проявлении это то чему я учусь это откликается откликается и если я ученик любви скажите пожалуйста а остальные это кто тоже ученики любви да а и учителя совершенно верно так другие для меня лично это учителя а сами они по себе ученики ученики а ситуации в жизни это что уроки а кризисы это что экзамены вы умницы и еще у нас предстоит какой экзамен последний до смерть и жизнь это одно это как бы выходные это там вот здесь финиш здесь старт следующую жизнь то есть везде где я выхожу я потом вхожу и так вот это все объединяет одна энергия эта энергия которая называется любовь теперь перейдем сюда это реальность иллюзия в иллюзии мир это вообще-то хаос ничего тут порядочного нет вы посмотрите какой это какой тут порядок никакого порядка я забываю о том что я живу вообще в космосе я забываю о том что у меня что-то тут работает это неважно это неважно я сосредоточен на ком на себе я на самом деле ощущаю себя господином в этом мире и а вот так в прямую никто так не ощущается ну то есть только те кто в палате номер шесть находится да то есть так я скажу прям сразу сказать я наполеон так я не скажу правда ли я жозефина никто так не поверит про но а если вы испытываете в жизни много гнева если вы испытываете в жизни много обид претензий это означает что вот как раз таки я в центре то есть и так я это центр теперь отношения другие это кто я других как рассматриваем другие на самом деле это те кем я хочу что наслаждаться правда я хочу извлечь максимум наслаждения то есть другие это объекты наслаждения объекты через которые я хочу наслаждаться если они меня не наслаждают то это кто враги совершенно обидчики враги обидчики следом а ситуации в жизни это что это проблемы препятствия или шанс для наслаждения да и скажите пожалуйста вот это все объединяет знаете какое чувство зависть итак есть два типа воспитания мы теперь говорим о том как развивается девушка девочка вас получает воспитание в семье именно семья должна и передать смысл воспитания в семье должно быть понимание зачем мы живем и и семья передает девочки вот это послание и девочка воспитывается как и мальчик воспитывается вообще все все люди воспитываются само слово образование оно идет от слова образ образы атмосфера какую вы положите бочку огурец такой он и станет да то есть рассол он делает огурец поэтому то где мы воспитывались это то что в нас пропиталась и оно ушло на бессознательный уровень то есть какая атмосфера царила в доме это атмосфера претензии где в принципе люди требовали очень интересная поговорка есть англичан истинная леди истинная леди когда начинает требовать отношения к себе как истинная леди она не истинная леди все что мы с вами требуем это означает что мы это не заслужили потому что все в нашу жизнь оно должно приходить естественным образом но если мы с вами что-то требуем манипулируем губы дуем по-разному можно требовать правда есть такие активные способы требования есть пассивные способы требования это означает что я хочу то что я не заслужил итак а сейчас у меня к вам будет такое маленькое упражнение я сейчас вас попрошу вспомнить атмосферу в которой вы росли сейчас с высоты ваших прожитых лет вы можете посмотреть на это потому что ребенок на это еще посмотреть не может он находится внутри этого ему непонятно нужно немножко со стороны посмотреть и посмотрите пожалуйста то есть атмосфера чего это было есть четыре главные эмоции 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 это рассол как раз таки это те четыре эмоции которые нам это базовые эмоции с которыми нам нужно научиться иметь дело подумайте пожалуйста какие из этих эмоции в вашей семье преобладали скажите пожалуйста какие эмоции из этих вам запрещены были например например у нас семья была запрещена печаль а на самом деле человеку иногда важно прожить эту печаль но когда ваши близкие не хотят видеть эту печаль на смену им приходят какие-то другие рэкетные эмоции в частности в моем варианте это была радость то есть мне нельзя было печалиться поэтому я такая была постоянно такой мадрунчик знаете я приходила на любую вечеринку и сразу веселила всех это вообще очень так востребовано это так очень хорошо но это на самом деле не искренне это принудительное поведение чтобы нравиться для того чтобы выжить в этой семье ребенок нечто предпринимает например у моей подруги была запрещена дома радость потому что в их семье было поверье что много смеешься будешь много плакать и поэтому они были такие серьезные такие знаете немножко унылые и это для них было вот как бы нормой жизни да и потом ей очень сложно было так как это уходит на уровень подсознания это потом уже когда мы начинаем работать с собой мы начинаем вскрывать в себе эти механизмы и начинаем прорабатывать отказываться то есть я сейчас легко могу это говорить но когда-то для меня это было целое открытие я думала почему я не могу видеть грустные лица потому что самый грустный это как знаете приходит к психотерапевту значит человек говорит я вообще хочу жизнь покончить самоубийством он говорит да вы что во-первых прием заканчивается во-вторых говорит ну давайте говорит пойдем с вами вместе в цирк сейчас приехал цирк он говорит так я клоун из этого цирка ну серьезно то есть я очень сократила этот анекдот чтобы не времени занимать но суть понятна да то есть иногда человек начинает что-то такое делать да когда ему внутри совершенно не об этом наоборот например если человек запрещен страх в семье да то может вверх взять гнев есть такие люди которые гневаются даже не понимая что они в этот момент боятся поэтому сейчас я вас попрошу ну такой взгляд небольшой сделать потому что это то что есть наше бессознательное и для того чтобы от чего-то освобождаться нам нужно из сферы бессознательного перевести это в сферу сознания и когда мы переводим в сферу сознания мы начинаем понимать оказывается вот что-то у меня вот здесь мне легче проявлять вот это тяжелее вот это ну одним словом сейчас поговорить об этом и второй момент то есть как было у вас в детстве и как у вас сейчас бывает наоборот например ребенок говорит я так в жизни никогда не буду как мои родители и он делает прямо противоположное например родители были всегда печальные а я теперь усиленно начинаю радоваться да и это тоже становится то есть человек перестает быть естественным поэтому чтобы понять с чем надо иметь дело нужно посмотреть вот просто такой беглый у нас сегодня такой небольшой но я просто хочу чтобы вы познакомились с друг с другом если честно человеку очень важно на самом деле общаться друг с другом вот многие приходят на лекции одни и те же люди ходят но до сих пор не знакомы поэтому сейчас я вас попрошу познакомиться не с тем с кем вы пришли спереди сзади сбоку как угодно можете походить по залу посмотреть и пожалуйста поделитесь говорится что с первым встречам легче рассказать о себе я вам даю на это буквально минут семь три минуты в одну сторону три минуты в другую потом поблагодарить друг друга да просто скажите ну вот какие то у вас сейчас пришли может быть осознание в этот момент пока я объясняю потому что уже что то у вас это пришло не надо прям сильно копаться в этом пожалуйста познакомьтесь друг с другом прошу вас я сейчас на это даю 7 минут отiration заботиться но это до 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 Поблагодарите, пожалуйста, друг друга Сейчас мы с вами будем разбирать Ух, как вы молодцы, так, раз, резко Спасибо вам большое Сейчас мы с вами будем разбирать две стратегии Первая это принцесса А вторая это лягушка Есть три стиля воспитания, чтобы воспитать лягушку Лягушек воспитывают тоже лягушки Принцессы лягушек не воспитывают Поэтому это первое, что надо понять То есть это болото Значит, дом это болото В котором нет правильного понимания И воспитание идет следующее Из поколения в поколение передаются пороки Передаются обиды, претензии, критика То есть в доме атмосфера вот такая Понятно, я сейчас буду утрировать, там есть разная атмосфера Но тем не менее То есть в доме принято подчеркивать недостатки и так далее И обычно это используют для этого несколько способов Способ номер один называется Родители говорят условно Я окей, а ты не окей Скажите теперь, пожалуйста, каким образом родители передают послание своему ребенку Это послание, которое потом становится витальным ощущением То есть это жизненное ощущение Оно потом уходит просто в подсознание И это вот и есть тот вкус жизни, в котором вы варитесь Итак, этот вкус передается Слова передают всего лишь 7% информации Основное послание передается невербально То есть это передается в виде интонаций, в виде жестов, в виде взглядов и так далее Итак, ребенку передается послание, что ты нехорош Вот тут родители у тебя хороши, а ты вообще у других дети как дети Это вот основное послание Значит, воспитываются это таким образом Значит, основное послание идет сверху вниз То есть вы все время внизу Давление родительское идет вот такое Родителям виднее, как вам быть То есть все время вот такая вот авторитарность подчеркивается Потому что родители всегда правы И подчеркивается это следующим образом Это могут быть различные жесты То есть вот это настроение Настроение, вот я напишу Это витальное ощущение или жизненное настроение Я окей, а ты не окей Я вам сейчас буду показывать А вы будете Во-первых, нам нужно с вами продиагностировать Так как мы это впитали в себя Но самое отвратительное, что теперь мы делаем то же самое Вот это самое отвратительное Потому что лягушки, они научились квакать И теперь квакают И теперь с вами наша задача Не сказать, что Как меня родители вообще воспитали Ужас Мне передали полностью Но мы с вами помним, что мы сюда вошли Не просто так Вот в эту жизнь мы с вами входим С математической точностью Прям вот в тот день В тот час, в ту семью Куда мы в другую Мы никак не могли войти Почему? Потому что это наше представление о счастье И наше понимание любви И наш уровень сознания И это тот урок, который мы с вами должны изучить Поэтому на родителей мы не обижаемся Мы им всячески благодарим Что они вообще меня впустили в этот мир Если бы не они Меня бы вообще туда-сюда Никто и не впустил Поэтому должны были Из миллионов-миллионов комбинаций Сложиться две уникальные комбинации Мамы и папы Даже если он только вас зачал и ушел Вот эта уникальная ситуация От другого мужчины Вы никак не могли появиться на свет Поэтому чувство благодарности Это главное чувство На котором развиваются все остальные отношения Если у вас этого чувства нет Забудьте о личной жизни О том, что у вас будут хорошие дети Просто забудьте Этого никогда не будет Это главная иллюзия этого мира Потому что мы с вами должны Проявить чувство благодарности К тем, кто нас привел В этой жизни они играют роль Мамы и папы Играют роль Это не ваша собственность Мы с вами не выбирали Да? У нас слово вселенная От слова вселили И вселили уникально Почему? Ну потому что, извините Ну а что? Как это? Что на зеркало пенять Коль у рожи крива Да? Поэтому на зеркало не пеняем Родителей не обвиняем И так далее Поэтому мы сюда попали Именно к таким родителям И Если сегодня я поняла Что я всю жизнь воспитывалась Вот в этом состоянии И я сейчас И есть вот так сказать Олицетворенное Вот это состояние Кто должен меняться? Я сам Даже если я своему мужу подсуну книги Он изменится И я маме подсуну книги Она изменится И всем я подсуну вокруг книги И все изменятся Скажите пожалуйста А если я не изменюсь Кому от этого легче? Они все пойдут Как одна женщина Недавно у нас приезжал в Алма-Ату Тарсунов И Одна женщина Она вышла и говорит Ну у меня такой невыносимый муж Туда-сюда Она рассказывала Рассказывала Ну я вот и так Вы знаете Я все ваши лекции переслушала Все ваши книги перечитала Я ему служу Бескорыстной верой Правды и так далее И вдохновляю Что только я не делаю А вот он Ну никак не меняется Ну я знаю Что это карма Она говорит Он говорит Ну вы же все знаете Она говорит Не ну почему Вот почему Вот я же все делаю Он говорит Ну понимаете У вашего мужа Очень хорошая карма Вот муж ваш прожил Предыдущую жизнь Очень хорошо И поэтому у него такая жена Она так обалдела Вот с этой стороны Она вообще не думала Понимаете Что я-то Он-то тоже как-то жил И заслужил меня Такую распрекрасную А я так жила Что заслужила его Такого странного Да И вот теперь Пожалуйста Как-то вот дальше Идите вместе с этим У нее было полное открытие Что точно Это говорит Его Вы Его благочестивая карма Она сказала Спасибо У нее был шок Что оказывается Я Это действительно Я его благочестивая карма Вот он меня заслужил А я его заслужила Вот так Вот это настроение Это главное настроение Всех лягушек Сначала вы его получили От родителей Теперь вы его демонстрируете Теперь я не про родителей говорю Вот сейчас вот я вам буду говорить А вы будете думать Где вы это такое демонстрируете Ага Демонстрация 1 Но Я даже ничего не говорю Понимаете Мне даже говорить ничего не надо Я просто передаю Да И теперь просто так вот У вас же Разум быстро работает Чик-чик-чик-чик Где это я так демонстрирую Да Или например Я же культурная Я же теперь веды изучаю Да Я просто теперь говорю На лекциях Тарсунова Да Или вообще просто Послушай лекцию Да Или просто выписываю Да И всем по имейлу направляю Я просто хочу Теперь весь мир Я просто на самом деле Говорю Вообще вы Имейте в виду Все понятно вообще Ты бы хоть на лекцию сходил Хоть раз Да И тем самым мы просто Отвращаем от лекции Просто Вы знаете что Родственникам нельзя проповедовать Вообще Это только молчаливая проповедь В виде подал тапочки Унес тапочки Вот это главное Понимаете Не надо приходить И говорить Вот Толкать речи Вот такие не надо Итак Это первое послание Которое Лягушки посылают В этот мир Главное Кваканье Это я окей Вы не окей Да И по разному Второе Кваканье Да Еще Здесь знаете Есть еще Другое Например Женщина Она Сейчас пока Вот на это не смотрим Мы продолжаем Вот здесь Женщина Существо социальное Вообще Женщина Соткана Из взаимоотношений Женщина Это полностью Социальное существо Почему Сейчас Беда У современных Женщин И беда У современных Детей Говорится что Для воспитания Одного ребенка Нужна деревня И для женщин Нужно не меньше Деревни Понимаете Женщина Должна Общаться В социуме И когда она Общается Потому что Ей плохо Она должна Пообщаться Ей хорошо Она тем более Должна пообщаться Ей никак Она должна Тоже пообщаться То есть Как только Женщину Вы сажаете В квартиру Женщина Думает Вот Мне бы квартиру Вот квартиру бы мне Вот ей Покупили квартиру И все она обставила И все И сидит одна Это все Это катастрофа Конечно она будет смотреть Там Я не знаю Дом 2 5 дом Там еще что-то Дурдом И так далее Да Потому что у нее реально У нее в голове дурдом Для женщины Очень важно общение Итак Даже женщина Когда обижается Она Все Я не буду с ним Разговаривать больше Она не разговаривает Чтоб все видели Она просто ходит И не разговаривает Просто Все должны понять Могло бы быть лучше Но не будет И кто виноват Да А женщина Она постоянно общается Понимаете Она никогда не может Она не может Пойти так В уединении Как-то погрустить Она будет грустить Чтоб все видели Она так демонстративно Будет валерьянку капать Вызови скорую Не надо Ладно Я сама вызову То есть у нее Это спектакль Для женщины Очень важно Чтобы все эмоции Ее видели Они на виду И Вот это Такое вот Поведение На самом деле Принцесса тоже Так себя ведет Если честно сказать Есть разница Здесь Это игра То есть это Ну как бы Знаете Специя в еде Потому что Если женщина Будет такая Вот просто Какая-то такая Правильная Такая вся Это как Один Один ребенок Сын моей подруги Он сказал Я вообще в рай Не хочу Я говорю Уже остров Стал вопрос Ну правда Не хочу Говорит в рай Я говорю А почему не хочет Ну а что там Говорит Все такие в белом И такие У нас правда У нас такое представление О духовном мире Как будто там Все его знаете С крыльями Такие в белых Такие вот У них тут такие И они такие все Малахольные Ходят такие Из-за этого У нас нет желания Вообще И как бы Интереса к этому Но когда мы Начинаем понимать Что на самом деле Духовный мир Это просто Сплошь эмоции И Самый-самый Эмоциональный Как вы думаете Кто Да Самый эмоциональный Самым удивительным Чувством Юмора Потрясающие Оттенки Эмоций Это просто Он моментально Знает уже Все ваши Вообще Потаенные уголки Сердца Он все это Понимает Все Когда мы начинаем Это понимать У нас к нему Появляется Огромный интерес Тогда у нас Появляется Вообще интерес Духовному миру Поэтому Принцесса Она тоже Проявляет Семь Это не то Что принцесса Такая сидит Ом Такая в умиротворении В покое Нет Но лягушка Это все делает Только для себя А принцесса Это делает Для Атмосферы Потому что Мужчине тоже Очень нравится Когда женщина Например Иной раз Обиделась Ему даже нравится Ну там что-то Ну так Ну так Отстань Не хочу В духовном мире Если вы почитаете Духовные писания Там тоже так же Это нормально Вот Поэтому Очень важно Понять Что у многих Людей Вот этот Какой-то Капкан Вот я тут Изменюсь Изменюсь Какой я вот тут Буду Как принцесса Очень неповторимый И удивительный В священных писаниях Бхагавадгите Говорится Я талант В человеке Замечу Не сказано Я талант В мудрецах Да И не сказано Я талант В избранных Я талант В человеке Поднимите руку В человеке Кто-то тут Есть в человеке Значит У вас есть талант Мало того В каждом из вас И божественный талант И Вы знаете Господь Он никогда Не повторяется Никогда Поэтому Когда вы откроете Свой талант Вот здесь Все принцессы Будут удивительно Разнообразны Вы когда-нибудь Видели такое Чтобы музыканты Написали Вдруг Одну и ту же мелодию И подрались Плагиат Есть в этом мире Но так Чтобы сели И вот написали Даже близнецов Одинаковых нет Ни одного Листочка Одинакового Ничего нет Одинакового В этом мире Потому что Господь Очень многообразный И поэтому Принцессы Будут все Разнообразны Но Вот Лягушки Они полностью Сосредоточены На себе И вот это Отвратительный вкус Который называется Эгоизм Вот От этого вкуса Нам нужно будет Избавляться Потому что Именно этот вкус Он отравляет Все Вот представьте себе Каждый из вас Это Ну как минимум Ну не знаю Ну не бочка Но такая вот Меда Да Но впереди Вы несете Вот рядом Ложку дегтя Но он воняет Понимаете Просто воняет Невозможно Этим медом накормить Когда вы дегтя Суете Перед этим Вот эту ложку Дегтя Нам с вами Надо вытянуть И поэтому Нам нужно Понять Как же действует Этот механизм Эго Как это Зависть Как это Сосредоточенность На себе Как это Гордость Как это Вот понимание Что я должна Быть в центре Отравляет Все В первую очередь Нам сами Итак Вариант второй Теперь Я не окей Ты окей То есть Я плохая Все хорошие А я плохая Вот теперь Каждый из вас Вспомните Когда вы В таком настроении Бываете Какая вы при этом Ну да Вот изобразите Себя Грустная Ты моя золотая Ты у нас Просто принцесса Вот никогда Не Отказывайся От своей искренности Так Да спасибо Ведь она Очень благодарная Еще к тому же Видите Она говорит И я окей И ты окей Да Все Ты у меня Моя ученица Так Как тебя зовут Полина Вот у меня Есть ученица Полина В Москве Вот Итак Грустная Это мягко Сказано Да Унылая Унылая Совершенно верно В состоянии Скорби Да В состоянии Когда у вас Пространство Внутри Скукоженное Она нет И даже Если вы в этот момент Говорите Да Конечно Ты прав Я плоха И так далее Но вообще Рядом с таким Существом Можно жить Вот и рядом С таким Существом Невозможно Потому что Там места Нет Поберегись Называется Да И рядом с таким Невозможно Вот с такой Скукоженностью Жить Когда Вот Спертый воздух Невозможно Дышать Нереально И третий вариант Лягушачьего поведения Это совсем уже Депрессивное Когда и я Никуда не годная Да и ты вообще Порошевец последний Да То есть И все И мир весь погадый Да Сижу тут Как поганка А мне летать Да Вот То есть Вот Три типа Лягушачьего поведения Удивительное Существо Женщина Женский Путь Женщина По своей Природе Ее Задача Ее Главный Талант Главное То Через что Она Привлекает Через что Она Познает Этот мир Как Она Понимает Его Это Чувство То есть Женщина Она Соткана Из чувств Из отношений Это ее Ну как бы Природа Эту природу Никуда не денешь Теперь Интересный Момент Женщина Она Она собственно говоря Эксперт Чувствах И она Других Понимает Тоже через Чувства Теперь Она Выходит Замуж И От мужа Она начинает Что требовать Чувства Вот это Удивительная Вещь Которую нам Нужно Глубоко Понять Мужчина Это Личность Которая Соткана Из совершенно Другого Чувства Мужчина Может Только Отражать Вот Например Мужчина Он Требует Уважения Он Не требует Чувств От вас Он Требует К себе Уважения Но Поразительно Что В женщине Уважения Нет Женщина Может Только Отражать Уважение И поэтому Рецепт Для мужчины Если вы Хотите Чтоб К вам Было Уважение Станьте Уважаемым Когда Вы Станете Уважаемым Ровно Настолько Насколько Вы Уважаемы Женщина Может Отразить Меньше Кстати Сказать Чем Вы В реальности Уважаемы Потому Что Это Не Ее Энергия Она Смотрит На Социум Как На Вас Реагирует Она Отражает Это Уважение Но Теперь Удивительная Вещь Мужчина Может Отразить Чувства Ровно Столько Сколько Вы В него Вкладываете Адресно В него Не Из себя Эмоционируете Вот Какая Я Эмоциональная Это Большого Ума Не надо Быть Женщине Эмоциональной А вот Ровно Столько Сколько Вы Вложили В мужчину Этих Чувств Эмоций Меньше В половину Где-то Меньше Он Вам И так У женщины Появляется Такая Удивительная Вещь Мы требуем То Что Мы Не Дали Меньше Если Вы Хотите Больше Значит Что Вы Должны Делать Еще Больше Дать Да Вообще Изначально Мужчина Должен Напитаться Чувствами Мамы И Чувствами Мамы Ребенок Напитывается До Шестилетнего Возраста До Шести До Семи Лет Мы Сейчас О Девочках Поговорим Значит Мальчик Напитывается Где-то До Семилетнего Возраста Дальше Он Должен Так Плавно Перейти Под Юрисдикцию Папы Потому Что Если Мальчик Дальше Напитывается Чувствами Эмоциями У Мальчика Растет Женское Начало Что Из Него Получится Из В нем Женская Энергия Очень Мощная И Как правило Это Мужчина Который Будет Расти В состоянии Дефицита И Он Все Время Будет Этого Требовать От Женщины Вот А Мужчине Очень Важно Для того Чтобы Мужчина Вырос В Мужчину Очень Важно В мальчика Начать Верить А вот О девочке Заботиться Что Сейчас Происходит Происходит Наоборот В Девочку Верят А О мальчиках Заботятся И Это Самая Большая Драма Современного Воспитания Потому Что Если В Девочку Верят В Девочке Появляется Вот Это Главное Вообще На самом Деле Для Девочки Что Самое Главное Когда Растет Девочка Для Нее Очень Важно Почувствовать Состояние Безопасности Безопасности Тогда Девочка Начинает Раскрываться И Для Девочки Самое Главное Это Научить Нескольким Вещам Первое Для Девочки Самое Главное Это Научиться Красиво Говорить Изысканность Речи Это Главное Чем Женщина Потом Будет Многое Многое Делать В своей Жизни Ей 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 Предстоит Речью Разворачивать Мужа Свекровь Детей Ей Нужно Научиться Правильным Образом Говорить Говорится Что на Кончике Языка Который Умеет Прославлять Поселяется Лакшми Богиня Процветания И Тогда Все В этом Мире Начинает Процветать Только Лишь Потому Что Вы Умеете Говорить Правильно Это Кстати Сказать Целая Наука Которой Нас К сожалению Не обучали Вот Сейчас Студентов Я постоянно Обучаю Как Себя Озвучивать Например Говорится Что Две Третьи В речи Должно Быть Отдано Прославлению Благодарности А Сейчас Люди В основном Общаются По делам Конкретно Что Тебе звонят Алло Привет Как дела Что Надо Да Уже Даже Напрягает Скорее Переходи К делу Но Понимаете Если Вы возьмете Такие Священные Писания Как Например Шима Багаватам И вы Начнете Читать Вы Удивитесь Там Просто Глава За Главой Идет Прославление 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 Почему Оказывается Когда Это Как Знаете Как Торт И Крем Можете Представить Коржи Без Крем Вот Когда Вы Умеете Прославлять И Искренне Прославлять Не Слащаво Потому Что Это Знаете Прославлять Всех Собеседника Приятеля Видеть Хорошее В человеке И уметь Это Ему Сказать Например Вы Все Знаете Такую Ситуацию Заходит Сотрудница Или Кто-то Ваша Бывшая Одноклассница Очень Красиво Выглядит Первое Мгновение Ох Как Красиво Выглядит Второе Ну Сделай Вид Что Я Не Вижу Но Это Правда Понимаете Почему-то Нам Ну Ничего Попало Сейчас Я Скажу Так Или Начинаю Говорить Лебезить Начинаю Или Как-то Начинаю Льстить Вот Это Самое Ужасное Мы Разучились Искренне Прославлять Так Вот Говорится Что Если Женщина И этому Нужно Обучать Девочку С малолетства Ей Должен Быть Развязан Язык На Прославление И Завязан Язык На Критику Скажите Пожалуйста Как Девочка Учится Прославлять А не Критиковать Примером Совершенно Верно Вот Как Вашем Доме Говорят Так Вы Учитесь Если Вашем Доме Принято Говорить Замечать Подчеркивать Недостатки Замечать Все Плохое Это Как Аманашвили Говорил Ребенок Написал Диктант Так Много Писал Да И он Сделал Всего Лишь Три Ошибки Ему Говорят Берут Красным Это Зачеркивают И ставят Там Трояк Я не знаю Да Но почему Не подчеркнули Все то Что он Написал Правильно Посмотрите Сколько Он Правильно Написал Почему У нас Вообще Такой Подход Поиск Недостатков Начиная Действительно С родителями В школе Везде Так Вот Говорится Те У кого На кончике Языка Постоянное Желание Критики И подчеркивать Несовершенство Ошибки И так далее Там поселяется Бог смерти Ямарадж И ямарадж Он ведет К разрушению Смерть Отношения Умирают Любовь Умирает Теплота Умирает Все умирает Как только мы Начинаем Подчеркивать Несовершенство И Главное Главный Эксперт В этом Должна быть Женщина То есть Женщина Задает Тон В доме Женщина Это Атмосфера В семье Если вам Не нравится Атмосфера В семье Это означает Что это Ум Жены Именно Ум Жены Создает Атмосферу А что Создает Атмосферу Вот этот Взгляд Критичный Или Взгляд Благодарности Нет Это Взгляд Критичности И взгляд Благодарности Это Выбор Между прочим Делаем Мы Сами Так Вот Переход Переход Кстати сказать Из лягушек Сюда Главный переход Главное Что должна Научиться Делать Девушка Это Развить в себе Чувство Благодарности Сейчас Я вас Попрошу Сама По себе Девушка Она Всегда Живет В состоянии Дефицита Ей Всегда Что-то Не Хватает И Самое Главное Чего Не Хватает Кстати Сказать Если бы Я читала Сегодня Семинар О мужчинах То я бы сказала Что мужчина Должен Позаботиться О чувстве Безопасности Женщины В нескольких Аспектах Мужчина Защищает Безопасность Делает Женщину На физическом Плане То есть Он защищает Ее Дом Ей дает То есть Жилище Финансовая Безопасность И так далее Далее Он защищает Женщину От Других Например Очень интересная Вещь Такие Отношения Как Сноха И свекровь В ведах Говорится О том Что Жена Ну Это кстати Не только В ведах Говорится В русских Поговорках Это тоже есть Жена Это кто? Отрезанный Ламоти Да? Дочь То есть Если дочь Выходит замуж Она уходит В семью Мужа И теперь Ее ответственность Не ее родители А ее ответственность Его родители Это Один момент Сейчас мы к нему вернемся Второй момент В ведах Говорится Что сын Одно из названий Сына В ведах Это путра Это тот Кто освобождает От пут Он высвобождает Родителей Из ада То есть Единственное Кто может освободить Это сын Но говорится Что сын Сам этого сделать Не может Ему может Помочь Только в этом Жена Потому что На самом деле Жена делает Атмосферу В доме И вот Представьте себе Сталкиваются Если сталкиваются Две женщины Каково поведение Должно быть У многих Мужчин Это Не понаслышке Они знают Эту проблему Да Так вот Очень интересная Вещь Мы сказали Что Первое Что мужчина Защищает Жену Это от Физическая Защита Второе От других Людей И третье От ее Собственного Ума Потому что Женский ум Он очень Беспокоен Очень Беспокоен Говорится Что Если мужчина Он функционирует Либо у него Чувство Либо разум То женщина Функционирует Вот так У нее Постоянно Вот А может так А может так А может так А может так Она не может Она принять решение Для нее Это целая проблема Поэтому она приходит К мужу И говорит Вот так-то И так-то И так-то И так-то Да И для мужчины Это просто Вынос мозга Да Потому что Ну это просто Она В 5 минут Вкладывает Столько Возможных Вариантов Да Если он Говорит Давай вот так Она говорит Ну не знаю Не знаю Не знаю Да А потом Она говорит Если он Оказывается Не прав Она говорит Я тебе говорила Я тебе говорила Но что Самое удивительное Если прав Она тоже говорит Это я говорила Это я говорила Она всегда права Знаете почему? Потому что Она оба варианта Рассматривала И поэтому и с этой стороны она права, и с этой стороны она права Поэтому, дорогие мужчины, не трудитесь, вы никогда не правы Женщина всегда права, и надо с этим согласиться Потому что она рассматривала оба варианта Она глубоко убеждена, и это она рассматривала, поэтому она права И это она рассматривала, и поэтому она тоже права Поэтому женщину убеждать в том, что она не права, не надо И так как у нее вот такой беспокойный ум, да, то есть то так, то так, то так, то так мужчине очень важно научиться успокаивать женский ум. Каким образом? Женщину нужно просто выслушивать. И для мужчины это аскеза. Но если вы хотите жениться, то вам нужно понять, что это аскеза, которую вы будете по жизни нанести. Вот это действительно мужчина. Мужчина не должен никаких комментариев давать. Он ей должен дать прибежище. Потому что самая удивительная вещь. Например, сноха начала гнать на свекровь. Вы приходите, она говорит, знаешь, что сегодня твоя мать учидила? И она говорит, говорит, и говорит, говорит, и говорит, говорит. И вот у мужчин начинает закипать, конечно, да? Но он должен сказать, да ты моя терпеливая, да ты же моя золотая, и так далее. Интересно, что когда женщина выговорится, вот сейчас я скажу, а женщины не дадут мне соврать. Когда женщина выговорится, потом она скажет, да не, она на самом деле, она нормальная. Так? Но если ее заткнули, и если ей начали говорить, что на самом деле моя мать, она столько старается, твоя мать старается? Да, она старается. И все. И это будет бесконечный разговор. Поэтому, пожалуйста, наберите воздуха в легкие, да, и главное, что вам сказать, ты у меня терпеливая, я тебе бесконечно благодарен, ты такая молодец. И прямо ее поддерживаете, поддерживаете до самого, так сказать, абсурда. Она вот просто вот дошла уже до последней точки, какая она молодец. В этот момент только у нее, у самой происходит переключение, и она говорит, ну нет, конечно, она не все это, я просто в сердцах тут наговорила тебе. Вот из-за чего происходят все проблемы? Из-за того, что женщину останавливают на полусловие. А женщина не может остановиться на полусловие. Понимаете? Почему женщина опять поднимает эту тему? Потому что вы ее один раз не выслушали. Если вы один раз научитесь выслушивать женщину, к сожалению, сегодня же не семинар для мужчин, да? А мама тоже должна быть? Мама тоже должна быть? Когда две женщины, да. У мамы должны быть свои подруги, да? У дочери должны быть свои подруги. Но если уж так сошлись, надо выслушать. И до конца, до конца ей сказать, как тебе пришлось терпеть, да я тебя так... Вот дойдите, дойдите, прям вот, вот она такая хорошая, хорошая, вот до последнего, вот прям вот, ну, золотая. В этот момент она переключится, скажет, не, ну не все так было. Поднимите руку, кто, да, это так, дорогие женщины, это так, но это правда. Если вас до конца, вот, просто все кругом виноваты, 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 вот в этот момент скажет, ну нет, ну не все же свиньи, конечно, потому что вы же внутри сами себя тоже слушаете. И чем больше вас, да, 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 ну так вот просто... Почему? Потому что женщина, она сама как ребенок. Понимаете? Она завелась, ее, ну как бы вот, ну да, вот. Просто не надо слишком серьезно. Для мужчины очень важно понять, что когда я вот это выслушиваю, мужчина думает, если я выслушиваюсь, значит я с этим согласен, вот с этой околесицей со всем я согласен. Вот важно понять, что это не так. Вы в данный момент выступаете как терапевт. Ну просто вот, ну началось вот это, да. Надо просто вот как бы, скороварка как, знаете, надо выпустить. Поднимите и пусть так вот выпустится. Потом она нормально будет. Из-за того, что мужчина думает, что если я молчу, значит я как последний. Я, во-первых, мать свою оскорбляю, да? Нет. Очень важно понять, что просто нужно выслушать, потому что ей надо помочь. Она завелась. Если что? Вообще по-хорошему. Смотрите, как получается. Получается вот как. Женщина должна быть всегда под защитой. Это веды говорят. Сначала отца, потом мужа, потом сына. То есть женщина всегда должна быть под защитой. И поэтому сын, по-хорошему, если он вырос, он стал зрелым мужчиной, для него не проблема выслушать маму. Но если у него, он еще сам не созрел, и мама на него тут вешает, он, ну просто выходит обесточенный на нет. Почему? Потому что получается вот какой закон. Дети отдают свои эмоции родителям. Маме. Мама отдает свои эмоции папе. Папа должен выслушать. Мама должна выслушать детей до конца. Тоже не прерывать их, просто научиться и выслушивать. Потом маму выслушивает папа, это его служение. Папа на самом деле, по-хорошему, у папы, у всех должны быть наставники или бог. У него должна быть молитва, практика такая, знаете, духовная, медитация. То есть, потому что мужчина, он на самом деле не зависит от эмоций. Он послушал, выслушал, ну как бы, как вот мой муж, например, он меня выслушивает и говорит, ну какая вообще проблема? Для женщины это очень это. Как это, какая проблема? Да проблема. Да? Ну то есть, он вот выслушивает, да все нормально, все хорошо, и пошел. То есть, у него, ну как с гуся вода, понимаете? Это особенность мужчин. Но другая есть, если, например, у мужчины недостаточно мужского начала, он, если, например, его воспитывала одна мама, это реальная проблема на сегодняшний день. Он сильно западает, на эту эмоциональную часть и сам заводится. И потом непонятно, кого надо выводить из этого состояния. Он в таком же состоянии. Сейчас очень много мужчин, это фактически мужская оболочка, а внутри женщин. Что в этом случае делать? А в этом случае, мы говорится, на что мы обращаем внимание, то и растет. То есть, если вы начинаете подчеркивать какие-то мужские достоинства, внимание, это как раз-таки энергия, которая дает рост. В нем эта женщина, она способна творить много. То есть, в этом смысле, женщина, она бесконечно могущественна. Вот. Если она обращает внимание на недостатки, недостатки начинают расти. Поэтому, вот, ну, просто запомните, лакшми и марадж, да, то есть, богиня процветания или богиня смерти. Вот вы начинаете критиковать, все начинает разрушаться. Вот я сегодня слушала лекцию, боже мой, вот я думаю, да это же у меня женщина вторая. Многие говорят, вы знаете, после лекции, вообще, мой муж вот перестал. Я говорю, не ходи на эти лекции, и так далее. Я говорю, вы не те отрывки говорите мужу. Просто, если вы приходите и говорите, ты представляешь, дорогой муж, я оказываю, это не то, что, оказывается, ты меня должен выслушать до конца. Да? Все, скажут, не ходи больше на эту лекцию. А если вы скажете, оказывается, на моем языке живет бог смерти. Потому что я критикую и все разрушаю в доме. Я теперь очень хочу, пожалуйста, у меня сразу не получится, но я буду очень стараться. Я очень хочу научиться видеть все достойное, красивое, чтобы наш дом процветал. Если вдруг у меня что-то не будет получаться, ну как-то намекни, ну не так, ты же знаешь, я могу распсиховаться. Ну так, чуть-чуть. Он скажет, слушай, нормальную лекцию послушала, вменяемая стала. Поэтому просто выбирайте отрывки, которые нужно цитировать своим близким. для того, чтобы внутри женщины развивалось все самое лучшее, а самое лучшее в женщине это любовь, кстати сказать, любовь в этот мир. Поддерживают, раскрывают, увеличивают женщины. Поэтому миссия у женщины, ну просто удивительная. Очень красивая миссия. Женщина может раскрыть любовь в себе, она может раскрыть любовь в своем супруге, она может раскрыть любовь в своей дочке, в своем сыне, во всех может раскрыть любовь. И точно так же может все порушить. Поэтому, для того, чтобы женщина могла это делать, первое, что она должна ощутить связь с источником любви. Потому что если у нас эта связь прервана, то как мы вот мы на самом деле с вами несовершенны. Даже те люди, которые думают, что я на самом деле могу все, вот сейчас фильм секрет, знаете, вот такие вот, они уверены в том, что у меня есть все, и я все могу. Ну тогда прям сейчас сотворите шедевр. Напишите. Симфонию какую-то. Чтоб все обалдели. Или какой-то закон. Или прям сейчас сядьте и вот так и согрейте весь этот зал теплом, любовью. Нет, не получается. Мы с вами на самом деле ограничены. Но это как капля и океан. Капля, она на самом деле одна сама по себе ничего не может. Но если она обретает силу океана, тогда она действительно может все. Поэтому первое, чему обучают вообще ребенка, а если вы уже вас не обучили, значит, первое, чему мы должны научиться и понять, вот чтобы у нас эта связь с Богом, вот которой мы говорили о том, что вот эта связь, самая главная. Эта связь на разных языках называется по-разному. Йога, на санскрите Юдж, связывать. Религия. Музыканты есть? Что такое лига? Связь. Ре восстанавливаю. Религия, я восстанавливаю связь. Сейчас, к великому сожалению, даже люди, которые думают, что они христиане, или они думают, что они мусульмане, они просто совершают ритуалы, но связи этой они не чувствуют. Но как только мы начинаем чувствовать эту связь, у нас чувство страха уходит. Потому что страх – это отсутствие связи. Как в Шириша Панишат говорится про Господа. Тот, кто бесконечно далеко и бесконечно близко. Как это так? Вот представьте себе, вот я сейчас здесь стою, я к вам бесконечно близко. Но теперь я вот так отворачиваюсь. И теперь что? Я на том же месте, но я бесконечно далеко, я смотрю в другую сторону. Поэтому нам очень важно сделать вот этот поворот. Когда мы с вами вот так, мы лягушки, как только мы отворачиваемся, у нас появляется чувство страха. Это как бы, ну как, бесплатное приложение к тому, что мы отвернулись. Но как только мы начинаем разворачиваться, то чувство страха уходит. И это первый поворот, который нужно сделать. А как этот поворот сделать? Какие у вас есть варианты? Так, то есть сначала мы начинаем видеть один вариант, начать видеть божественное во всем том, что мы видим вокруг, да? Хороший вариант. Итак, мы пишем с вами рецепт перехода из лягушек в принцессы. Первое. Чувство благодарности, да? Нет. Нужно вести дневник благодарности. Вот своим студентам я рекомендую вести дневник благодарности. А в этот раз даже дал домашнее задание. Вести дневник благодарности. Они не вели, не вели, не вели, а к 20 августа они должны были мне сдать реферат. И как, давай они строчить эти дневники благодарности только для меня. Потому что, ну, им как бы зачет надо получить, да? И давай они мне пересылать эти дневники благодарности. И так как они все-таки искренние, да? Они писали, знаете, вот вспомнил, что мне надо к вам сдать к 20 числу дневник благодарности. Вел его, честно, вот неделю последнюю, да? Ну, за неделю столько нашел. Боже мой! У меня жизнь за неделю преобразилась. Как было бы хорошо, если бы я все время вел, но я забываю. Но действительно, вот сейчас я вас попрошу сделать такое вот упражнение маленькое. Так как женщина живет в состоянии дефицита, хронического дефицита, ей мало внимания, маловато будет всего, чувств мало, внимания мало, метров мало. Килограммов много, да? Ну, то есть, мало, она все время вот в этом состоянии. Но! Для того, чтобы нам дали что-то большее, нам нужно почувствовать чувство благодарности к тому, что у нас есть. Поэтому сейчас я вас попрошу, вы сейчас будете опять работать в парах, и сейчас я вас попрошу рассказать, какая вы богатая, или какой вы богатая. Значит, вам нужно сейчас будет вспомнить, чему вы вообще благодарны. И второй человек будет экспертом. Представьте себе, что вы ангел. Второй, который слушает. В один прекрасный день вам предстоит, вот тут, когда вам же уже, вот все будут отмечать это, да? А вы же пойдете на этот, на экзамен, да? Вы знаете, что в последнюю минуту жизни вы слышали такое, что всем показывают кинофильм под названием «Моя жизнь», да? Знаете? И этот кинофильм, говорит, за минуту показывает. Как вы думаете, почему так за мало? Смотреть нечего. А просмотр будет того, что вам будет бесконечно стыдно, и за что вы будете бесконечно счастливы. А вот зарплату там вашу, ничего это показывать не будут. Это вот серьезно. Вот сейчас представьте себе, что у вас такая вот последняя минута, я вам буду, вот и дам минуту на одну, минуту на другую, потом еще минуту на обсуждение. Очень так коротко. Но вторая задача будет человека вот слушать. И задача будет, значит, того, кто говорит, вы сделаете это в оба конца. Тот, кто говорит, вы будете говорить. Я благодарна тому-то, тому-то. И на самом деле, вот даже покайтесь, например, если я на самом деле богатая, меня наделили многим, а вот даже не благодарю. И вот за это забыла. И вот за это. Вот просто вот представьте себе, что вам за последнюю минуту нужно выпалить все, за что вы благодарны вообще-то, на самом деле. Что вам в жизни дано. А второй человек в конце скажет, неубедительно. Или скажет, слушай, ты так сказал, вот с таким сердцем, что вот просто тронул мое сердце. Поэтому ваша задача сейчас так сказать благодарность, потому что иногда мы так говорим друг другу благодарностью, лучше бы молчали. Как и извиняемся мы друг перед другом так же. Мы разучились вообще, разучились извиняться, разучились благодарить, разучились молчать вместе, разучились говорить вместе. Нам всему этому нужно обучаться, потому что иногда мы так извиняемся. О, извини. На этом. Извини, знаешь, но на самом деле вот так-то и так-то. Да? Элес, спасибо. Я тебе благодарен. И я тебе, конечно, благодарен. Да? Вот поэтому сейчас я вас попрошу. Во-первых, я вам сейчас даю время. Пожалуйста, подумайте. Вот эта глубокая благодарность за одну минуту, это за что будет? Это представьте, вот последняя минута еще и перед вами ангел. Вот вы уже, венки уже стоят там. Но вы в другом месте. Это очень важно понять, что вы к венкам уже не будете. Не вы будете не сидеть смотреть, так, это от кого? Вам вообще будет не до этого. Это лягушечья шкура, вы из нее вышли? Ой, мама дорогая, здравствуйте. Предстанете. Вот уже предстали, вас сосед. Пожалуйста, очень искренне, минуту в одну сторону, минуту в другую сторону. Вот, не знаю я. Не знаю. Может, вы скажете, я благодарна за шубу, за босон... Не, босоножки не очень. Блин, больше нечего даже сказать так. Но очень искренне скажите. Итак, поехали. Даю вам три минуты. Ладно, четыре даю. Вы вообще повернитесь друг к другу, по-человечески, развернитесь к друг другу. Все-таки к ангелу пришли. Спасибо. 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 Другую сторону не забудьте. Теперь еще две минуты осталось. Спасибо. Сейчас я вас попрошу поблагодарить друг друга. И... Пожалуйста, знаете... Одну секундочку послушайте, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, что вы увидели в глазах этого человека? Увидели ли вы принцессу, когда она благодарила кого-то? Конечно. Поделитесь друг с другом. Итак, дорогие принцессы, я чувствую, как вы не можете остановиться. Благодарность продолжается. Скажите, пожалуйста, вы почувствовали себя богатыми? Итак, для того, чтобы оставаться лягушками, что вы должны сделать? Вы должны жить в чувстве дефицита. Вы должны жить в чувстве, что вам что-то кто-то должен. Я еще раз хочу подчеркнуть, если вы с кого-то что-то требуете, значит, вы этого просто не заслужили. Перестаньте требовать. Потому что требование – это то, чего нет и быть не может. Поэтому станьте таким. Просто станьте. Итак, первое, что мы должны понять, что мы в этот мир не пришли наслаждаться. Особенно требовать наслаждения. Мы пришли в этот мир, чтобы привнести сюда больше добра. Мы пришли в этот мир, чтобы привнести в него больше счастья. Семья – это то место, куда мы привносим счастье, а не требуем счастья. Это невозможно требовать. Это только лягушачья манера требовать счастья, квакать сидеть и требовать. Другие – это не объекты наслаждения. Очень важно понять, что этот мир, он все время вам будет показывать, что нет, ты не пришла сюда наслаждаться. И другой тебе не обязан наслаждаться. Другой – это человек, с которым вы можете вместе развить уважение, развить любовь. Для этого даются возможности. Недавно я читала лекцию в Алма-Ате и просто попросила всех. Каждый из нас является главным киносценаристом своего фильма под названием «Моя жизнь». Каждый из нас. Кто-то снимает триллер, кто-то снимает нуднейшую, вообще просто отвратительнейшую, какой-то, ну просто скукотищу, бессмысленную скукотищу. Кто-то мелодраму там, ну там просто Санта-Барбара. Ну то есть это наш киносценарий. Мы здесь главные режиссеры, главные актеры. Если мы хотим, чтобы сценарий сменился, не людей надо убирать из своего фильма, не актеров, а нужно главного кинорежиссера сказать, что-то я пишу вообще не то. Поэтому это очень важно понять. А ситуации, на ситуации надо перестать смотреть, как на проблемы, потому что ситуация – это урок, внутри которого нам нужно вырасти. И не других менять. Потому что если другие поменяются, ну очень хорошо, у них еще лучше карма улучшится, да? Вам-то что от этого? Поэтому во всех уроках говорится, что есть три типа решений, ну как бы подхода к ситуации. Первый подход – это просто, ну совсем проблемный подход, когда я говорю, на самом деле я белая и пушистая, а жизнь проблемная и мой спутник проблемный. Это первый подход. Но это просто полностью не решается ничего, потому что если вообще во мне нет проблемы, какая вообще проблема, да? То есть она невозможная, не решится. Второй такой, более такое сейчас вот психологи рекомендуют 50 на 50. 50% твоей ответственности, 50% моей ответственности. Через это можно издалека увидеть проблему. Но проблема решается тогда, когда я понимаю, это 100% моя ответственность. 100%. Если это моя 100% ответственности, с этим я вам что-то делаю. Как только я начинаю с себя спихивать ответственность, да, ситуация будет давить. Еще больше давить, еще больше давить. Просто это, если ситуация начинает давить, это означает, что я хочу спихнуть ответственность. ответственность. И когда я вот, и я еще раз говорю, что главное чувство лягушки – это зависть. Зависть проявляется двумя комплексами. Комплекс превосходства и комплекс неполноценности. И для того, чтобы действительно мы перешли в реальное отношение, вот этим переходным мостиком в реальное отношение, это чувство благодарности. До тех пор, пока мы не начнем практиковать это, до тех пор, пока мы не начнем, не научимся прославлять, до тех пор, пока мы не научимся контролировать свою речь, до тех пор, пока мы не научимся контролировать свой ум, чтобы наш ум начал замечать что-то достойное, а не что-то поганое, то дальше ничего не оценивается. Но как только у нас это появится, так как богиня Лакшми сама входит в нас, богиня процветания, главное, что появится, пространство внутреннее. Вот как только появится внутреннее пространство, у вас появится свобода выбора. Сейчас вы выбираете из малого. Почему нет пространства? Почему нет пространства, где нет благодарности? Именно благодарность дает чувство внутреннего пространства. И когда появляется чувство внутреннего пространства, рядом с вами дышать тоже легче становится. Чувство неблагодарности скукоживает пространство. Вам самим дышать внутри себя тяжело, и рядом с вами тяжело дышать. Вот поэтому чувство благодарности – это главное, что насыщает души. пожалуйста начните это практиковать каждый вечер заведите дневник благодарности если вы действительно заведете дневник благодарности потом пишите чудеса мне я буду их рассказывать на лекциях одно чудо вам расскажу я его часто рассказываю одна женщина начала писать дневник благодарны и муж нечаянно нашел они вообще собирались разводиться реально она а пришла ко мне она очень сильно на него ругалась а я сказала она гавнем ничего хорошего ну ты просто у тебя просто взгляд понимаешь начни смотреть и она начала выискивать с трудом выискивать для нее таски забывает дневник я сказал ко мне вообще близко не подходя на когда следующий раз прийти вот вы будете вести месяц дневник благодарности через месяц ко мне подойдете но месяц вы мне потом покажете весь месяц и она весь месяц очень искренне вела и вдруг муж его нашел и он обалдел она приходит он говорит боже мой да газ вообще в такой удивительный человек как раз любишь и все это скрываешь в дневнике пишешь я же вообще не знала я говорит просто не знал вообще тебя с этой стороны я тебя вообще не знал она говорит нет и просто не понимаешь он говорит нет как я не понимаю ты что ты такие тонкости подмечаешь какие тонкости или разглядела там он ведь я все забыла сегодня все перечитал вот это да она просто она пришла ко мне на следующий раз букетом цветов и сказала спасибо вам большое все мне больше психотерапевт не нужен вторая история теперь женщины все пишут и подкладывают на обидное место еще с тех пор ни один мужчина не нашел потому что бог во всех наших отношениях есть господь понимаете он главный приколист во всем понимаете как морфушечки душечки ты чё это старик вообще обалдел что ли да тепло ли тебе девица до жениха давай вот мне благодарности вот пожалуйста морфушечками душечками не будьте это будет следующая тема семинара морфушечки души вот я сегодня обещала быть краткой вот не получилось и сказала что буду отвечать на ваши вопросы вот у нас да вот я сейчас буду отвечать у нас будет сейчас с вами 20 минут на вопрос это несчастье женщины просто вопрос такой что я с работы возвращаюсь в час или в два а дорогие мои женщины я вам хочу сказать что это очень плохая карма много работать это женщина это не ответственность женщины финансовый достаток первое что мы должны вот пожалуйста поймите этой поверьте это правда богатство относится к прорабдха карме то есть это неизменная карма вы не можете увеличить или уменьшить вы можете только забрать у самих себя из будущего а все что вам дано но вам даст и так не сможете сидеть ничего не делать но вы что-то будете делать но деньги у вас придут те же когда вы верь вы понимаете это понимаете когда вы из жизни выжимаете больше парадоксально именно в этот момент у вас ломается машина когда вы получили но у вас поломалась машина вы теперь должны отдать в сто да 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 а так бы не было так на самом деле не поломалась бы машина и удивительно что в этот момент у что-то у мамы случается и должна там ней канализацию чинить и так далее но вам всегда я вам сейчас спрошу у вас посмотрите искренне правда ли то что говорит советах на меня все время одна и та же сумма получается как бы ни крутила вот если я все опять та же самая сумма это так есть понимаете нет можно увеличить только следующими два источника дохода как вы можете увеличить это благотворительность и распространение знаний все нет десяти на она просто очищает вашими но каждая деятельность она несет с собой без дыма без огня не бывает то есть любая деятельность несовершенна и 10 процентов очищает вашу чтобы вы не творили к все что свыше вести это благотворительность вот до тех пор пока вы будете думать понимаете когда я говорю у меня нет выбора я что имею ввиду я я где живу я живу в хаосе и бог знать не знает что я воспитываю одна ребенка я вообще считаю бога каким-то негодяем потому что он вообще ничего не понимает тут я одна воспитываю ребенка выкиньте эту дурацкую идею с головы вы одна не сможете воспитать ребенка не сможете тоже ваш вопрос увольняться или не увольняться например у меня одна знакомая женщина которая сказали астрологи что она занимается не своим делом что ей нужно на самом деле детьми заниматься она компьютерщик в израиль 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 никто не увольняется извините что вообще что с ума сошли зачем я пришла на эту консультацию вообще мне только вместо того чтобы мне внесли ясность мимисный хаос в голову на ушла бубнила 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 в итоге через год она говорит знаете а я во-первых ее не узнал она как замена им не узнаете честно сказать она так похорошела потрясающих она говорит я начала просто как хобби делать то что я вообще о чем мечтал но потом нет сита не получалось я сказала на работе что за этим не надо придется искать другую работу потому что я не успеваю мне вот очень важно и горит поразительно мой горит начальник сказал и давать больше работы через день а зарплату я тебе повыше то есть поймите у нас есть два духовный мир мир материальный он живет по закону кармы духовный мир живет по закону чудо вот когда вы вот говорите это я тут контролер это я если без меня и так далее господь нет проблем пожалуйста если ты так сильно в этом убеждена какая проблема и тогда мы в свою жизнь чудо не допускается она просто карму отживаетесь но если вы допускаете чтобы вам помогал сам господь когда девушка поехала в африку она бросила нагреть все надоело мне это гоняться выйду замуж не выйдут только я хожу глазки строю чё попало надоело поеду лучше помогу детям действительно голодают дети поеду волонтеров набирали на поехала волонтером и в африке в пустыне она ехала и у нас ломалась машина она подняла капот как женщина обычно эти поднимает и стоят что там они видят непонятно она говорит вот так стою как дура что там дымится и агритому ужас ну кто его кто меня сейчас вообще найдет подъезжает парень начинается не разговаривает не разговаривает он начинает ей помогать потом что-то он ей попросил поддержать она держит и у нее срывается на гидру черт говорит он говорит о так что русская что тоже на русский касса выясняется что парень она из алматы парень выясняется тоже он не олигарх он просто нормальный парень который тоже приехал в африку короче говоря в итоге они поженились то есть она в африке его ей сломалась машина да и прислали туда жениха вы что думаете что бог не знаю что вы не замуж и он не знаю что вы воспитываете одна ребенка но если вы можете отвали я сама он джентльмен понимаете это мы догоняем и причиняем добро он говорит ну ладно но это искренне если окей я сегодня все давай валяй мою жизнь приходи нет это понимаете мы с вами никогда не сможем не научимся любить до тех пор пока мы не встретимся с тем кто верит в него искренне кто живет просто в сердце с ним понимаете без святых мы в этом мире не проживем без учителей не проживем мы не сможем потому что как мы собираемся детей воспитывать каким им качество передадим кроме страха и беспокойства вот-вот-вот что-то случится а тут мне зарплату вы что думаете что ребенок не считывает эту вашу информацию считывает лучше пусть будет нормальная мама вменяемая не надо понимаете если вы понизите свой потолок желание если вы перестанете думать что ваш ребенок должен жить в комфорте вот в таком как сейчас это принято просто если человек живет просто она просто вам хватит просто сейчас завышенный стандарт а можно такой вопрос я слышала о том что надо осознать было такое мнение что надо свое пространство очищать насмотреть или смотреть новости ну то есть как-то окружать тебя какими-то благостными событиями а тут буквально он говорил о том что надо проживать эмоции и сознательно отрождая себя там от всяких там ну вот там страстей и ужасов там передачи говорят мы не даем себе возможности проживать у вас какая-то чудная логика если я не проживаете вот эти страхи правильно как обещать нарушившись сначала так сказал потом так у меня было такое мнение что вот если я ничего не смотрю плохого плохого формата значит я делаю правильно значит я ничего к себе не притягиваю а он говорит что если вы только изолируете негативные эмоции а если я перестану проживать негативные эмоции без триллеров я никак не проживу а вы их никак не уберете вы в материальном мире дорогим материальный мир гарантированно что у всех будут негативные эмоции у всех абсолютно начиная с райских миров заканчивая адскими мирами у всех здесь есть негативные эмоции почему потому что у нас есть бессознательное единство у кого нет это у святых у святых нет подсознания чтобы у них все сознание светящиеся сознание понимаете а у нас с вами есть куча бессознательного и даже если мы будем просто сидеть и смотреть исключительно природу а вдруг внутри что-то не учитана там вообще вот такое да она всплывает как знаете вот просто даже если вы начинаете духовной практикой заниматься вы начинаете вот это вот будоражить все вот как озеро стоячие такое впечатление что все там хорошо ну начните вот так палкой вот так башмаки оттуда чего только не полезно поэтому вас периодически будет лезть а какой-то фильм сейчас я скажу а вы мне скажите его название я к сожалению забыла название прощание амиши прощение амиши правильно пожалуйста посмотрите этот фильм грейс амиши окей значит смотрите там очень просто потрясающе показано как проживать негативные эмоции просто потрясающе там действительно показано очень драматическая история как один человек вырезал целую там секту секта это но в хорошем понимании одна из христианских направлений и он там мстил и а у них такая но как бы традиция они не хотят помнить ничего злого они хотят вот брать только добро и смотреть на людей глазами иисуса и одна женщина она у нее он как раз убил дочь и она говорит мне горит периодически очень плохо я периодически у меня гнев вот сюда подкатывает и я просто кричу в этот момент и я проживаю это мне плохо и потом я сама себя возвращаю в том что то есть я выбираю каждый раз очень важно понять вот здесь никогда не будет без никогда не будет так что вы на автомате здесь будешь вот здесь вы будете жить на автомате на автомате к вам это приходит но вот это на автомате никогда не придет это всегда результат осознанного выбора поэтому вам периодически будет приходить гнев и тогда вы будете дышать от прохладный душ вы будете там я не знаю писать я прощаю это самое рвать иногда но какие то вы будете такие всякие практики есть но потом вы будете осознанно понимать вот эта ситуация что урок а никто учителя я кто ученик я живу в космосе в пространстве и это будет мой каждый раз осознанный выбор а потом что а потом опять будет приходить вот это и опять вы будете сознательно делать это принцессой бессознательность так нельзя скажите пожалуйста как вкладывать в мужчину энергию если не быть такой эмоционально какие у вас есть варианты видеть хорошие так видеть хорошие рекомендует еще что у вас у самой какие варианты у меня пока затруднения затруднения кормить замечать хорошие еще какие дорогие женщины сколько принцесс упираться дома себя содержать очень красивой удивляться ему удивляться как говорить о том что видеть что насколько он вам нужен потому что мужчине как воздух необходимо чувствовать что он нужен если вы говорите я и без тебя справлюсь ни один мужчина рядом с вами не выживет обнимать благодарить какие-то сюрпризы делать но когда ты показываешь ему что он тебе очень нужен он как-то теряет интерес к тебе поэтому вас должна быть загадка поэтому женщина из ничего может сделать три вещи шляпку салат и скандал серьезно серьезно поэтому нужно вот это чередовать мужчине нравится когда женщина если женщина вот просто превращается вот в такую вот ну я не знаю половую тряпку там расстелили все ничего хорошего в женщине должна быть такая вот как бы мужчина интересуется мужчине нравится когда женщина гневается обижается но когда это ее хроническое вот хронически она такая на все делает она творчество проявляет кормить все потом раз какой-то конфликт он губ а когда на все время в конфликте в конфликте иногда что-то приготовит кому нужна такая женщина вам самой очень важно самой себе понять вот со мной интересно вот вы бы с собой как бы же вам бы как было нормально с собой жить интересно нравится ну значит и ему должно тоже но если ему не нравится ну значит нужно посмотреть какие у него вкусы потому что иногда женщина сосредоточена тотально на себе ей кажется все ее вкусы это вообще вкусы всех это неправда пожалуйста правильно относиться к тому что мужчина очень много времени посвящает работе буквально 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 вся жизнь вот идет в одном направлении и не остается сил на общение первое что очень важно вам нужно его очень похвалить и искренне восхититься потому что он это на самом деле мужчины но как вам сказать этот харма мужчины работать то есть это нормально вопрос вот в чем похоже но если например женщина создает что то такое ценно в виде отношений в виде какой-то такой атмосферы которая ему как воздух тоже нужно он тогда работает но вот этот он приходит и вот этим напитывается но если она создает здесь атмосферу ну вот тебя не видно а я вот тут одна ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну, боже, лучше бы я вообще не приходила. Поэтому вы сейчас должны обратить внимание, что же за такую атмосферу вы делаете, да, чтобы он мог тоже подпитываться ей. Потому что мужчина, он всегда работает. Один раз, я помню, задала вопрос своему учителю. Я говорю, это было еще, ну, до того, как первой духовной практикой в нашей семье начала заниматься я. А мой муж не занимался духовной практикой, а занимался иной раз прямо противоположными вещами. Ну, серьезно. И я говорю своему учителю, вот я вот тут вот в сатычный режим, там то-се-пять-все-пять-все-пять. Мой муж вообще, бог не знает, когда приходит, что я должна своему сыну говорить? А ты должна сказать, у нас папка так работает, нам с тобой не снилось. Он на такой важной работе. Я говорю, какой важной работе? Он приходит с бильярда, там, я не знаю, под шофе мог приходить. А он говорит, вы должны сыну, во-первых, мама, ребенка, главная задача мамы, самая главная задача, чему должна мама научить? Уважению папы. И когда я вот так говорила, а, я говорю, иной раз, не знаете, у меня вот так вот захлестывает гнев там и так далее, а ты должна создавать атмосферу юмора в семье. Я говорю, мне не до смеха. А он говорит, а нужно, потому что женщина творит атмосферу. Но так как я ему верю, раз он так говорит, значит, я могу. Он не может, ну, как бы, говорить то, что я не могу. Я говорю, я это старалась делать. Сейчас мой муж просто, ну, я просто потрясена таким результатом. И оборачиваясь на то, что я терпела, да ничего я не терпела, господи. В сравнении с тем, что стало. Меня все время спрашивают, сколько терпели? Большое спасибо. Где-то семь лет. Можно спросить? Да. Вы уже второе вопрос, а вот там еще никто не задал. Я бы больше, я бы хотела сказать, ну, большую благодарность. Большое спасибо за сегодняшнее. Спасибо. Я не от себя, просто мне как посланник. У меня вопрос от два, ну, они, наверное, одинаковые. Девушка со стороны всех женщин и со стороны других мужчин кажется идеально хорошим, но к ней просто не подходит мужчина. А вот, говорит, кажется, ну, вот идеальная жена и мать там и все. И второй вопрос, девочка не может никак забеременеть. Виноват в этом при этом мужчина. Ну, то есть у него проблемы. Он что, мужчина дает детей, что ли? Нет, врачи по врачебной. Я вас умоляю. Бог дает детей. Ну, вот это два вопроса. Это первое, это Бог дает детей. И второе, у девушки не пришел период еще. Девушки 35. Девушке 35, вполне вероятно, что у нее вообще не придет этот период плохая карма. Раз. Второе, может прийти поздний брак. Да? И третье, это означает, что у нее внутри есть претензии. Вот она такая хорошая. И теперь она, ну, тех, кто к ней приходит, она их не замечает. Она смотрит поверх. Ей надо взгляд немного опустить. Спасибо. Девушка, она о себе слишком высокого мнения. Вопрос, можно? Скажите, пожалуйста, вот при общении с между мужчинами и женщинами, в частности между клиентами и женщинами, вот здесь мужчин и клиентами с девяти одинаково общаешься, получаешь положительность. Из десяти клиентов мужчин, с которыми, например, я работаю и общаюсь, с девятерыми у меня приличные, хорошие, ну, то есть отношения. Я одна одинаково иду со всеми, а с одним нет. В чем моя вина бывает? Может здесь появиться. В чем, почему? Вы что за клиент? Реакция, реакция клиента отрицательно негативная, гнивливая, вот такая вот. А остальные девицы ведут так же нормально. Ну, вполне вероятно, что, например, у него может быть на вас материнский перенос. То есть вы его напоминаете фигуру матери, и он может так делать. Второе, у вас может быть особский перенос. Но посмотрите, если это определенный тип мужчин, похоже, есть какая-то обида на отца, вот в этом смысле. Можно вопрос? Спасибо большое. Когда отношения только начинаются между мужчиной и женщиной, и правильно ли, что женщина не должна проявлять инициативу? Но с другой стороны, если ее не проявлять, очень медленно они начинаются. Это настолько медленно, что мыслеобразишь, что представляешь и понимаешь, что вот нужно, как бы, можно как-то тонко, но это очень... Вот что можно сделать, как можно стимулировать ненавязчивую инициативу? И должна ли женщина, вот согласно ведом, проявлять инициативу в начале отношений? Нет. Мужчина по своей природе охотник. Отлично. Да. Вы когда-нибудь видели, чтобы леса выбегала и за охотником? Охотник бегом скажет, чудище какое-то, что это такое вообще? Он выслеживает, он там сидит, у него свое... Поймите, что мужчина, когда набрался решимости, не надо его, так сказать, ему делать проще. А говорить о своих чувствах. Если у мужчины не подходит к вам, это означает, что у него... Ну, если мужчина набрался решимости, его вообще ничего не остановит. Поэтому, скорее всего, у него нет планов на вас. Но ему просто нравится, что вы там на него медитируете, он же это тоже чувствует. Поэтому, ну ладно, там медитируем, может быть. А можно вопрос? Вообще у нас последний вопрос, два последних вопроса. Давайте вот мне Ирина предлагала в следующий раз устроить вечер вопросов и ответов. Можно с этой стороны вопрос? А мы тут вообще давно уже ждем. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, вы, если два раза была замужем, да, и когда вот шарахнула уже второй раз, начала задумываться, что что-то не так делали. Ты с половиной года одна и полностью, ну, как бы, занималась детьми и посвящена... Ну, и очень много ошибок, да, поняла. То есть ответственность стараюсь принимать. Надо ли вообще, ну, какие-то отношения еще строить, если, например, Бог даст, или уже не строить? Если Бог даст, первое, очень важно понять, что Бог знает, что вы не замужем. Первое, вот, ну, просто все, вот, все остальные вопросы, Бог знает все, да? И скажите, Господь, если ты сочтешь нужным, то я ничего вообще предпринимать не буду, но если в Африке в пустыне вот так мне попадется, да, то я пойму, что это точно от тебя. То есть нужно понять, что ты будешь... Но само, не надо самим бегать. Очень важно понять, девушка никогда не должна бегать за мужчину. Ни при каких обстоятельствах. Ни где не искать, ничего, вообще ничего не делать. Не надо, ни в чуланах, нигде не надо, ни на дискотеках, нигде не ищите мужчину. А если какие-то мужчины приходят, которые не нравятся, я не хочу с ними, и сразу найти мне какие-то отношения. Да гоните их, пока на микрон. Вот я гоню. Все правильно делается. Все делается правильно. Ну что, вопрос? Все, последний вопрос, и мы расходимся. Можно меня? Да. Вот смотрите, если все складывается. Допустим, знакомлюсь с мужчинами, я им нравлюсь, они мне нравятся, но я торможу все сама, потому что чувствую, что во мне живет страшный страх, что будет все неудачно. Во-первых, женщина должна закончить говорить во множественном числе. До тех пор, пока женщина будет говорить, встречаюсь с мужчинами, знакомлюсь с мужчинами, у меня с мужчинами проблема. Женщина должна знать, что главное достояние женщины это целомудрие. Поэтому ждите своего, вообще выкиньте идею всех этих мужчин, потому что потом будет четвертый, пятый, десятый, они все будут не ваши. Поэтому выкиньте это из головы, вы прекрасная девушка. Поэтому у вас есть Господь в сердце. Поэтому вот просто скажите, пусть придет только мой, больше никого не надо. И я просто выкину из головы соблазнять мужчин. Женщина вот такое состояние, представьте, она и так с одним вот такая, а представьте, если она вот такая становится. Это же ужас, гингема такая, горгона медуза. Вообще, вот выкиньте идеи двух мужчин из головы. Уже не говорят трех, и вообще у меня с мужчинами проблема. У вас не должно быть с мужчинами проблем. Вообще с мужчинами у вас проблем не должно. У вас есть Бог, если он сочтет нужным, он пришлет только лично вашим. Все остальное не нужно вам эксперименты над своей жизнью ставить. Как узнать? Как узнать? Он будет очень настойчив и очень находчив. Спасибо вам большое, дорогие принцессы. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.